Екатерина Сигитова. Идеальный шторм. Как пережить психологический кризис? Эпиграф. Если нет надежды на исцеление, рано или поздно приходится прощаться. И это одновременно конец и начало. Ведь то, что смертью освобождено от боли, остаётся с нами. Навсегда. Видение. Бывает так, что вроде бы всё нормально и даже хорошо. А потом что-то случается, и вдруг становится очень плохо. Вы пытаетесь выбраться, гребёте изо всех сил, но не выходит. Плохое всё продолжается. И совершенно непонятно, что делать дальше. Тупик. Конец. Кризис. Думаю, у этой аудиокниги не будет случайных слушателей. Не существует тех, кому тема «Как выбраться из полной Ж» просто немного интересна. Нет, в кризисную психологию человек обычно погружается не по своей воле и свободному выбору. Он туда сползает, потому что по нему уже шарахнуло. Или посматривает в эту сторону по долгу профессии. Или уже побывал на своём собственном дне и вернулся и хочет пересобрать и переосмыслить полученный опыт. В любом случае, я рада каждому слушателю и слушательнице. И для всех вас в аудиокниге найдётся что-то интересное. Кризисы, увы, случаются с нами время от времени. Они происходят по разным причинам. Возраст и развитие, внезапные изменения, потери, расставания, неудачи. Мы все периодически бываем в разных «Ж», оказываемся в точке, где старый способ жить больше нам не подходит. К сожалению или к счастью, это совершенно нормально. Иногда вдруг нарушается и начинает распадаться всё то, что у нас было раньше. Старые способы справиться, привычная среда, защиты — всё. Мы сначала сопротивляемся, бьёмся, кричим, а потом сдаёмся и немного сходим с ума. И, конечно, это всё случается в самый неподходящий момент. А он вообще бывает подходящий, э? Говоря сухим научным языком, человек, проходящий через любой кризис, неважно, личный, глобальный или все они сразу, находится в ситуации внутренней дезорганизации и распада. Психика пытается сбалансировать потребности. Те, что были раньше, а также новые, а ещё связанную с кризисом неопределённость и все эти новые угрозы и то, что мешают действовать и жить. Редко у кого хватает сил всё удержать, это тоже нормально. Поэтому часто во время кризиса мир начинает взрываться в самых неожиданных местах. Эти взрывы — именно то, что приводит нас к субъективному ощущению катастрофы. В этом очень трудно быть в одиночку. Эта аудиокнига, как универсальное руководство и сборник заметок по проживанию кризисов, написана по-живому, за 10 недель карантина, ограничительных мер и самоизоляции, которые начались весной 2020 года. Когда с нами всеми случился COVID-19, мы были не готовы, как не бывает готов, к кризису никто. Кризис — это всегда засада. Кризис — это то, к чему нельзя подготовиться. Кризис — это идеальный шторм. Сумма проблем и факторов дает ударную волну такой силы, которую совершенно невозможно было предсказать на берегу. Что делать во время шторма? Можно сориентироваться, уже находясь внутри. И в этой аудиокниге я собираюсь немного поработать для вас маяком, вне зависимости от того, на каком корабле вы вышли в плавание и куда держите путь. Эта аудиокнига подойдет для любого кризиса, травмы, большой проблемы. Она получилась совершенно универсальной. Большая часть материала и упражнений в ней сосредоточена вокруг трех осей. Структура, баланс, проживание. В кризисе это важно. Важно получить доступ к тому, что происходит, и как-то это назвать. Важно навести опорный каркас, платформу и встать на нее. Важно все это сбалансировать, переосмыслить, чтобы выйти из кризиса с чем-то новым. Каждая заметка посвящена определенному важному этапу в проживании кризиса. Заметки идут последовательно, чтобы помочь вам пройти все этапы, ничего не забыть, ничего не упустить, всему уделить время. Также в аудиокниге есть комментарии и отклики реальных людей, которые уже опробовали на себе эти методики и согласились поделиться своими историями. Это сделано не просто так. В кризисе важно и ценно понимать, что у других происходят похожие процессы, что вы не одиноки, что вы не самый проблемный человек в мире. У всех примерно одно и то же, перед лицом кризиса все равны. Глубина и темп вашего продвижения к выходу из штурма напрямую зависит от того, сколько заданий сделано. Обычно можно рассчитывать на результат, если выполнено около 70% заданий. Старайтесь делать все задания, какие можете, а не только те, что вам нравятся. Совсем себя принуждать и мучить, конечно, не надо, просто помните о внутреннем сопротивлении и не давайте себе слишком увиливать от некомфортных тем. В кризисе это важно. Если вы слушаете эту аудиокнигу не из любопытства, а уже находясь в кризисе, я особенно рекомендую вам не торопиться с прослушиванием. В идеале лучше прослушивать по заметке в день и делать задания раз в несколько дней, а не проглатывать всю аудиокнигу за раз. Эта аудиокнига, несмотря на ее структуру и содержание, не замена психотерапии, у нее есть ограничения. Вам нужно будет самим регулировать глубину погружения и останавливаться, если стало слишком горячо. Если вас свалило в травму или вы не можете справиться с глубиной, возможно, имеет смысл обратиться за психологической или медикаментозной поддержкой. Я надеюсь, что аудиокнига поможет вам выйти из вашего личного шторма в новые моря и океаны, к новым берегам. Какими они будут? Давайте проверим.